Чтобы заявить миру о своем творчестве, многие приехали на Мастрюковскую поляну за тысячи километров. По традиции, на несколько дней сердце авторской песни перемещается под Самару. Работают 17 творческих площадок. Среди членов жюри знаменитые авторы-исполнители и тысячи просто любителей бардовской песни и отдыха на природе. Одно сожаление у меня на этом фестивале, что не удастся побывать на всех сценах. Есть желание посмотреть и послушать очень многих, и есть что послушать. Нынешний Грушинский фестиваль уже 43-й по счету, а по возрасту, начиная с первого, прошло уже 48 лет. И, судя по всему, народная тропа на Мастрюковскую поляну не зарастет уже никогда. Грушинский – это город друзей. Как поется в одной известной фестивальной песне, жить на земле без друзей невозможно. Жить на земле и не петь невозможно. Это все нормальные люди, которые едут пожить хотя бы несколько дней в году нормальной жизнью. В числе почетных гостей фестивальную поляну посетил губернатор. Глава региона пообщался с творческой молодежью, отметив, что Грушинский фестиваль стал значимым туристическим брендом Самарской области. По традиции Николай Меркушкин принял участие в футбольном матче. Он сыграл в команде ветеранов клуба «Крылья Советов» против сборной мира. Итоговый счет 7-3 в пользу Самары. О значимости фестиваля в основном для молодежи говорили на встрече Николай Меркушкин и Евгений Евтушенко. Валерий Грушин, имя которого носит самый масштабный форум авторской песни в стране, стал настоящим народным героем. Такие вещи, вот как этот фестиваль, кстати, играет огромную. Здесь нет пошлости. Я серьезно, я с ужасом наслаждался. А сама тема, сама суд фестиваля, сам Грушин, подвиг, сам пример какой. Его однокурсники, товарищи сделали, инициировали этот фестиваль. Сама вся история, она очень-очень полезная и нужная сегодняшнему поколению. Тоже по традиции итоги фестиваля подводятся вечером на большом концерте. Главный итог песен стало больше. И вот кульминация большого песенного праздника, знаменитый концерт на плавучей гитаре. Эта гора собрала сегодня 40 тысяч человек. Звучат только лучшие песни, причем желающих выступить так много, что установлен регламент. Даже самый именитый исполнитель может спеть только одну песню. Звучат в основном новые песни, но есть и повод для исключения. В честь юбилея побратимских отношений между Самарой и болгарским городом Старозагора звучит песня Алеша. Гора слушает ее стоя. Наверное, к таким же самоотверженным парням можно было отнести и вояре Игрушина. А потому его имя будет увековечено на Аллее Славы. Сегодня уже никто не говорит, что вот там разные площадки, какая-то конкуренция между разными организаторами. Сегодня мы все едины. А это самое главное, мне кажется, чего мы добились. И я уверен, что это единство, единый дух, порыв, творчество сделают все, что к нам будут ездить все больше и больше людей. Концерт на гитаре завершается ближе к утру, но фестиваль продолжается. И на следующий год десятки тысяч поющих туристов снова приедут в Самару, чтобы сказать друг другу, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Здесь у нас холодный рассвет.